Продукт, за который не придется краснеть, так о своей новинке отзываются специалисты Сорокинского кооператива «Молоко». Его специалисты наладили выпуск тушенки из трех видов мяса – свинины, говядины и конины. Однако, пока объемы производства невелики. Инна Михайловская подробнее. На прилавке фирменного отдела кооператива «Молоко» – полуфабрикаты собственного производства. Недавно появилась тушенка. Долгое время ее выпуск был только идеей, а полгода назад стал реальностью. Банки у нас моются, стерилизуются. Вот у нас стерилизатор. Потом в банки укладывается мясо, то есть уже готовое, значит, со специями, с луком. Пока продукт выпускают в стеклянных полулитровых банках. Нередко случается, открываешь тушенку, а там чуть-чуть мяса, а все остальное – бульон. Здесь все наоборот. Вот до краев кусочки сырья и сверху 0,5 сантиметров сала. Оно потом топится, и в результате получается такое желе. Да и весь процесс производства прозрачный. Мясо режут кусками, вручную наполняют тару, сырье в основном закупают у населения, у проверенных поставщиков. После забоя мясо должно созревать. Это так требуется по технологии производства мясных консервов. Дня два-три мясо созревает. После этого, значит, мы его уже берем непосредственно в цех производства мясных консервов. Процесс приготовления идет на специальном оборудовании. В автоклаве партия находится при температуре 117 градусов в течение 10 часов. На утро тушенка готова. Осталось приклеить этикетки. За одну смену здесь производят до 400 банок. Сырье у нас, в принципе, в районе есть, но не хватает нам оборотных средств, чтобы мы в больших объемах работали. Цех у нас работает, например, два раза в неделю. Хотя бы три раза. Мы выйти три раза в неделю варить мясные консервы. В принципе, это для нас вполне достаточно, я думаю, чтобы насыть рынок нашего Сорокинского района, Чумень. Ну и будем уходить туда на север, дальше будем работать. На складе кооператива уже лежит оборудование для выпуска тушенки в жестяных банках. В них срок реализации до пяти лет, а в стекле три года. Но, судя по спросу, едва ли этот продукт так долго будет храниться. Инна Михайловская, Павел Михайловский. Тюменское время.